Когда-то я, будучи совсем еще новообращенным, был сильно удивлен тем, что я прочитал в Писании, что необходимо возлюбить Господа Бога всем сердцем своим, всем разумением, всей крепостью. И ближнего, ну потом вторая такая подобная ей заповедь, говорит, как самого себя. Меня это так как-то немножко удивило, потому что думаю, Господи, ну почему я должен Тебя любить, ну я искренне вот так откровенно с Богом разговаривал, почему я должен Тебя вот так любить больше, нежели там свою маму или своего отца или своих каких-то близких. Я не понимаю, почему. И вы знаете, мне Господь начал показывать, начал мне напоминать ситуации в моей жизни, как я любил свою маму и как я любил своего отца. Он начал показывать мне, как я их не слушался. Он начал показывать, как я приносил им страшную боль. Ну, мой отец там несколько инфарктов получил из-за моего, ну, нечестивого поведения греховного. И, ну, моя мать там рыдала ночами из-за того, что, ну, или, ну, может быть, знаете, вот она как бы отгоражилась, пыталась как-то заблокировать вот эту информацию негативную о мне, чтобы как бы не думать даже об этом. Ну, настолько, ну, ей больно было на все это смотреть в моей жизни. И когда вот у меня были какой-то, скажем такой, большой-большой накрытый стол жизненный, да, наполненный какими-то благами материальными, с этого вот большого стола моей маме, ну, там, моему папе, моей семье, ну, ну, сыпались только крошки. И Господь говорит, посмотри, на самом деле ты всегда заботился только о себе. Ты никогда не любил на самом деле по-настоящему их. Это были просто эмоции, но на самом деле ты так никогда и не выражал настоящей действенной любви по отношению к ним. И Дух Святой тогда мне сказал, «И если ты не научишься любить меня по-настоящему, то ты так никогда и не научишься любить своих близких. Ты не научишься этому. Ты так всегда и останешься эгоистом». И, ну, это было для меня большим уроком. И Слово Божие говорит вот именно о том, ну, и Давид именно это имеет в виду. Он имеет в виду, что наше отношение должно быть в первую очередь, но важным, важным, самым важным в нашей жизни должен быть Бог. И наши взаимоотношения с Ним, они должны быть на самом первом месте. Из всего этого уже будет исходить все остальное. И если бы Давид не согрешил бы вот этому тебе единому, то в его жизни бы и не было бы ни Урии, ни Версавии, братья и сестры. Вы понимаете? И если бы Давид не позволил согрешить вот перед Богом единым, то не было бы ни Урии, ни Версавии. И я, ну, одно время, вспоминая, учился у нас, большой университет был раньше в городе, христианский. И, ну, я учился в этом университете. И однажды зацепился вот с братьями. Ну, такое, большое было такое, как конференция. И один брат говорит, что, ну, он так утверждал из Писания, что есть вот как бы две заповеди равноценных. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Ну, а я говорю, вы знаете, братья, я говорю, позволю себе возразить. Я позволю себе возразить. Я говорю, есть, Писание говорит, первая и наиглавнейшая заповедь. Возлюби Бога. А вторая, она подобная ей. Есть первая и наиглавнейшая. И вот, если ты не оценишь Иисуса, если ты не начнешь ставить его во главу угла всей своей жизни, то ты таки не сможешь исполнять эту вторую заповедь. Она является следствием исполнения первой. И Давид, ну, недаром говорит, что тебе единому согрешил. Это означает, что если бы я тебе не согрешил, то я бы, ну, у меня бы был порядок бы и с моими ближними во взаимоотношениях. Мы должны для себя это уяснить, усвоить, что всякое наше доброе дело, оно истекает вот из этих взаимоотношений с нашим Господом. И если у нас не будет с ним взаимоотношений, у нас не будет добрых дел на самом деле. Мы не можем по определению производить добрые дела. Вне Христа нет добрых дел. Вне Христа нет добра на самом деле. Братья и сестры, вот если бы вы меня услышали.